Дискуссия «Дальний Восток в новой экономике» стала одним из ключевых мероприятий Дальневосточного медиасаммита, который стартовал в четверг 9 июня на острове Русский. Участие в осуждении приняли заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Вот пока я не знаю ни одного инвестиционного проекта, который бы остановился, который бы сказал, все, мы не будем дальше. Есть проекты, у которых уже подписаны контракты, но задерживается оборудование, есть проекты, у которых есть проблемы с финансированием, потому что финансированием участвовали синдикаты, в том числе с участием иностранных банков, и это дает задержки. Задержки иногда на полгода, иногда на год, но не больше, остановки проектов нет, поэтому эту задачу мы будем продолжать реализовывать. Дальше, вторая задача тоже очень важная, это улучшение жизни людей. Вы знаете, что мы этим занимаемся, более 100 миллиардов рублей проинвестировано на школы, больницы, детские сады Дальнего Востока. Работы здесь еще впереди очень много, эта работа будет продолжаться. Но если, тем не менее, возвращаться к изменившейся ситуации, то что изменилось? Появились новые вызовы. На первом месте я бы, наверное, назвал вопросы, связанные с развитием транспортных коридоров. Сегодня Восточный полигон не справляется с нагрузкой, потому что вся Россия в экономическом развитии развернулась на восток. И нам надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, развивать северный морской путь. Второе, о чем бы я хотел сказать, это локализация. Очень много продукции, которая нам нужна. Самолеты, суда строились с зарубежными двигателями, строились в рамках международной кооперации, которая сегодня развалилась. Поэтому нам надо увеличивать степень локализации. Такая работа уже идет, в частности, в Приморском крае. Один из ярких примеров – судоверфь «Звезда». Губернатор региона подчеркнул, что сейчас в работе у предприятия находится 35 судов. Загружаются мощности и заводов в Славянке, находки, будет создаваться док в Дунае. Гелиевый хаб – еще один удачный проект, реализуемый в Приморском крае и призванный дать возможность использовать приморские порты для доставки продукции в другие регионы. Мы же заранее начали делать непосредственно здесь и винтовые колонки у себя, взяли лицензию. Мы начали уже производить сами сборку и ведем полностью строительство, в том числе со всеми, скажем, термостойкими и стенками по газовозу. Это первый в мире газовоз ледового класса «Семартик», который строится у нас, компоненты. Поэтому я думаю, что, конечно, есть какие-то там проблемы возникают, их преодолевают. Но в целом динамика набрана и завод в ближайшие пять лет не ощутит каких-то падений. Спикеры пленарного заседания подчеркнули, что транспортное сообщение Дальнего Востока становится стратегическим, причем не только грузовое. И такая мера, как субсидирование авиаперелетов для жителей региона, стала большой поддержкой для граждан. Олег Ажемяка также затронул тему поддержки бизнеса в современных условиях. Упор сделан, в частности, на предприятия, способные обеспечить продовольственную безопасность региона. Это один момент, который позволит нам каким-то образом сбалансировать в случае, даже если необходимости, обеспечение себя основными продуктами питания, плюс молочное производство. Второй момент – это, конечно, поддержка бизнеса. По 29 направлениям мы предоставили льготы и отстрочки по платежам в региональный бюджет по налогам, которые для малого и среднего бизнеса тоже хорошей поддержкой. В завершении дискуссии спикеры пришли к выводу, что, несмотря на непростые реалии, в которых оказался мир, Россия и Дальний Восток, государственная задача остается прежней – сделать макрорегион привлекательным для жизни. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.